Смотрите, теперь 41 стих. Далее происходит образование церкви. Вот мы читаем с вами с самого начала, как образовалась церковь, уже 2000 лет прошло. Но мы сейчас будем читать с вами то повествование, как появилась церковь. Посмотрите. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Люди слушали проповедь и, смотрите, присоединились к церкви. Как? Или кто присоединился к церкви? Люди, которые охотно приняли Слово. Правильно? Так написано. Охотно приняли Слово. То есть, другими словами, человек, который неохотно принял Слово или не принял Слово с охотой, не может присоединиться к церкви. Он просто не сможет быть в церкви. Но люди, которые охотно приняли Слово Его, посмотрите, что сделали. Крестились. То есть, они приняли водное крещение и посвятили свою жизнь на служение Господу Иисусу Христу. Вот почему в нашей церкви мы не преподаем причастие детям и не преподаем причастие людям, которые не имеют охоты к Божьему, принять Божье Слово и которые не посвятили свою жизнь Иисусу Христу через водное крещение, осознанное водное крещение по вере. Почему? Вот я как пастор, вот я предстану пред Богом, и Бог спросит, почему ты не преподавал причастие детям или людям, которые крещение не приняли? Почему? Вот я найду, что сказать. Я скажу, Господи, ну я вот так вот-вот читал, что церковь или присоединение к церкви происходит, когда человек охотно принял Божье Слово, он услышал Божье Слово, охотно принял его, согласился с ним, аминь или нет. И дальше он посвятил жизнь свою через водное крещение, он принял крещение. И в тот день не все, но кто-то посчитал, около трех тысяч человек присоединилось к церкви, около трех тысяч. А теперь посмотрите, ну вот я присоединился к церкви, я услышал проповедь, покаялся, охотно принял Слово, согласился с Божьим Словом, с апостолами, посвятил свою жизнь, и что же теперь мне делать? И посмотрите, чем занималась церковь. То есть, что было в церкви, 42 стих, я рекомендую вам всем в вашей Библии выделить этот стих, чтобы он был ясным пониманием. И посмотрите, есть ли это в вашей жизни. Когда они присоединились, 42 стих говорит, и они постоянно, вы слышите, постоянно пребывали. Постоянно пребывали, понятно слово? Не по воскресеньям, не раз в месяц, не на Троицу, на Пасху, на Рождество. Это было их постоянно, вот слово постоянно, с какими действиями можно сравнить? Постоянно, мы зубы чистим постоянно или иногда? Постоянно. Кушаем мы постоянно или регулярно? Да, даже не постоянно, а регулярно. Вот понимаете, слово постоянно, постоянство, постоянство, то я хочу, я не хочу, представляете, я не хочу или я хочу, вот сегодня я не буду кушать, завтра буду кушать, у нас такого нет. Ну, в каких-то особых случаях там кто-то похудеть может, хочет. Но постоянство, это очень важная вещь. И церковь первая, она пребывала в постоянстве. В чем? Посмотрите, что, в чем они пребывали. Первое, в учении апостолов. Второе, в общении. Третье, в преломлении хлеба. И четвертое, молитва. Я сейчас вам говорю, это видение нашей церкви. Вот к этому мы стремимся. Это должно быть в нашей церкви. Это было в первой церкви во времена апостолов. И это должно быть в каждой церкви. И в нашей церкви это тоже должно быть. Аминь или нет? Аминь. И так учит Слово Божье. И так они пребывали в четырех вещах. Это было постоянно. Они постоянно в этом пребывали. Первое, еще раз, учение апостолов. Братья мои и сестры, я как пастор предупреждаю. Не увлекайтесь видеопроповедями. Не увлекайтесь чтением книг авторов, которых вы не знаете. Все должны сверять с учением апостолов. Посмотрите, у нас есть Библия. У нас есть Евангелие Иисуса Христа. Четыре Евангелия, где мы можем знать учение Иисуса Христа. Мы также имеем с вами Новый Завет, куда входит деяние апостолов и послание. Послание апостола Иуды, послание апостола Петра, послание Иоанна, послание апостола Павла. Это все апостолы. И в своих посланиях они оставили нам учение. И всякое учение, и всякую проповедь мы должны испытывать и исследовать, а так ли учили апостолы. Не важно, как учит там этот известный человек. Ну, может быть, важно для кого-то, для него важно. Но для нас важно, учит ли он так, как учили апостолы. Мой пастор всегда мне говорил, Денис, все сверяй с Божьим Словом. Придет такое время, когда люди, они будут искать себе учителей, которые им выгодны, которые бы льстили слуху. Но ты все сверяй с Божьим Словом. Это вернейшее пророческое слово. Это инструкция, которую ты, держа в руках и в своем сердце, никогда не свернешь с истинного пути. И первая церковь, она пребывала в учении апостолов. То есть, они учились. Братья и сестры, нам нужно учиться. Когда мы хотим получить права, ездить на автомобиле. Что мы делаем, сестры, братья? Мы учимся. Мы изучаем права, ну, правила. Зубрим даже, да. И потом у нас есть время, мы учимся ездить на автомобиле. Мы учимся. Когда мы хотим получить какую-то профессию, навык, мы учимся. И хождение с Богом, оно тоже требует учения. Помните апостолы? Они просили Господи, научи нас молиться. Вы думаете, так легко, что ли? Вот, а, я помолился. Нет. Молиться. Этому нужно учиться. У кого учиться? У Христа и Его апостолов. Двенадцать апостолов и потом еще Павел. Вы знаете, Иуда, Искариот, он покончил с жизнью, и Павел был признанным апостолом. Вот, мы должны учиться у Христа и Его апостолов, которым Он передал свое слово. Итак, первое, они постоянно пребывали в учении апостолов. Второе, они постоянно пребывали в общении. Братья, сестры, мы должны друг с другом общаться. Аминь. Ходить друг к другу в гости, да или нет? Нет, обедать друг с другом, ходить друг к другу в дни рождения. Домашние группы. Кто посещает домашние церкви на дому, собрание? Вижу, не все. Хорошая возможность пообщаться, прийти на домашнюю группу, задать вопросы, отпраздновать что-то день рождения, просто побеседовать, просто посмеяться, порадоваться. Общение. Когда мы общаемся, мы делимся своим сердцем, своими откровениями, переживаниями. И общение было неотъемлемой частью первой церкви. Братья, сестры, не замыкайтесь в себе, это неправильно. Общайтесь. Иногда так вот собрание заканчивается, так быстрее, надо бежать, надо бежать. Стойте, остановитесь. Апостол Павел пишет послание к евреям. Не оставляйте жертвы общительности. Он прямо приводит, что мы можем приносить жертву общительности. Когда? Когда я останавливаюсь. Мне нужно бежать, а я говорю, нет, я хочу остаться, пообщаться. Хотя бы сегодня после служения с двумя-тремя человеками пообщаться, спросить, как дела у вас, как настроение. Поделиться своим свидетельством. Вот Бог сделал что-то в моей жизни, Он мне помог. Да, иногда Бог так делает. Мы все обратили внимание на нашу сестру. Итак, друзья мои, братья, сестры. Видите, немножко раз мы не бодрствуем, немножко мы сбиваемся. И дьявол играет свою шутку. Мы очень часто думаем, что его нет в собрании, но он приходит, и он как враг пытается похитить слово. Представьте, сестра вышла, а мы здесь говорим о важных вещах. И она не слышит то, о чем мы говорим. Что сделал дьявол? Он похитил слово. Не позволяйте дьяволу похищать слово. Поэтому будьте всегда, ну пришли на собрание, отключите мобильный телефон. Я был в одной церкви, там у кого телефон зазвонил, служба порядка телефона изымала. В фонд церкви уходили телефоны. Быстро порядок там навелся. Там сразу некоторые люди дома оставляли телефоны. Приходили, выключали. Но слава Богу, у нас братья, конечно, они добрые, они нежные, служба порядка. Не забирают телефоны. Но тем не менее, друзья, мы должны научиться, мы должны понимать, что мы приходим в Дом Божий, в Доме Божьем. Мы должны быть внимательны и чутки к Божьему Слову. Аминь, друзья. Сейчас мне приходит на память книга Ниемии. Когда они восстанавливали стены, они восстанавливали ворота. Пришло время, Ниемия призвал Езру, и они открыли Священное Писание. И там написано, что люди с утра до полудня стояли пред лицом Господа, а пред ними братья левиты читали Божье Слово. Шесть часов народ Божий стоял и просто слушал Божье Слово. Какое удивительное, длинное служение. Ни музыки, ни молитвы. Просто читается Божье Слово. Все стоя слушают. От мала до велика. Никто не посматривает на время, когда все это закончится. Но люди слушали. Почему? Потому что они знали, что Божье Слово, оно может произвести в них действие. Оно может укрепить их веру. Оно может привести к изменению жизни. Поэтому мы должны, когда мы идем в Дом Божий, мы должны быть очень внимательны к тому, что мы слушаем. Мы должны приготовлять себя. Да благословит нас Господь. Итак, учение апостолов, общение. Церковь пребывала в общении. И третье. Преломление хлеба. Вот то, чем мы сегодня занимаемся. Еще раз я повторюсь. Церковь – это люди, которые покаялись, охотно приняли Божье Слово и посвятили свою жизнь Иисусу Христу на служение. То есть люди, которые понимают, что они служат Богу. И такие люди, они пребывали в учении апостолов, они пребывали в общении и преломлении хлеба. И преломление хлеба – это такое действие, когда церковь собирается вместе, и она преломляет от одного хлеба и кушает от одного хлеба, и пьет из одной чаши, тем самым причащаясь, или другими словами, становясь причастниками церкви, подтверждая то, что я принадлежу церкви Иисуса Христа. Я разделяю Его смерть, Его страдания, Его пролитую кровь. Я причастник к телу Христа. Чуть попозже я прочитаю, и мы еще поговорим об этом. И следующее, четвертое. Они постоянно пребывали в молитвах. Вот, братья и сестры, если у вас нет этих четырех вещей, я не могу сказать, что вы полноценно являетесь членами церкви Иисуса Христа. Потому что первая церковь, она в этом пребывала. Не знаю, сколько вы молитесь, но здесь Библия говорит, что они пребывали в молитвах. То есть это не была одна молитва на начетчий наш. В молитвах. То есть они молились очень часто. Они собирались на домашней группах. Где-то сестры друг к другу прибежали. Давайте помолимся. Иногда у нас дома что-то происходит. Моя жена устраивает какие-то молитвенные постоянно собрания. Кто-то прибежит, давай помолимся. Потом мы ушли. Опять кто-то другой прибежал. Они там закрываются, молятся. То есть дома такие какие-то молитвенные собрания. Иногда выйти даже невозможно из комнаты. Но это правильные вещи, потому что пребывали в молитвах. Друг друга поддерживали. Молились друг за друга. Приходите на молитвенные собрания по понедельникам. Утром у нас сейчас здесь проходит воскресенье молитва. Я не про зал говорю перед началом. Хотя это тоже хорошо, когда мы можем за 15 минут до начала служения прийти сюда. И здесь помолиться. Вы знаете, без 15 и 10 здесь начинается молитва. И вы можете приходить на собрание не в 10, не тусить там, простите за выражение, на первом этаже, когда здесь идет молитва, но пребывать вместе со всей церковью в молитве. А потусить можно и после служения. Можно же, да? К тому же другое. Общение. И также молитвенные собрания по понедельникам. Приходите. И еще во сколько? Пол девятого у нас здесь молитва. Пол девятого здесь еще внизу. Кто хочет утром, воскресенье пол девятого. Молитва. Поэтому вот я рассказал вам, всего лишь напомнил о том, что было в первой церкви, в чем они пребывали. Да благословит нас Господь. Посмотрите, результат. Результат какой был. Был страх на всякой душе. Много чудес происходило. Знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее. У них было одно сердце. Если у кого-то нет холодильника, это значит, как будто у меня нет холодильника. Вы слышите? Если кто-то заболел, и врачи поставили ему какой-то диагноз плохой, это равносильно того, что мне поставили этот диагноз. И я молюсь и переживаю. Если у кого-то есть долги, это равносильно, что у меня долги. Вот у них было одно сердце. И все общее. Общие проблемы. Общие радости. Кто-то купил новый автомобиль или квартиру. О, аллилуйя! Это как будто я купил. И я радуюсь с этим братом. Я радуюсь с этой сестрой. Аминь или нет? Вот что было в первой церкви. Вот что пребывало. Да благословит Господь.